всем здравия сегодня хотел бы поговорить что выявила пандемия коронавируса и так мы сегодня можем увидеть и пандемия она обострила нашу жизнь да и умные люди сейчас реально могут заметить что многие сферы жизни закрыты остались определенной сферы жизни которые глобальны для человека для его жизнедеятельности и сегодня поговорим о тех сферах которые в принципе не нужны даже без пандемии то есть это лишнее для человека человек не развит это в принципе слабое существо и на него очень легко влиять различными способами и вот сегодня допустим какие сферы они вышли на первое место и оголились это киноиндустрия театры это развлекалово понимаете то есть человек отвлекают всегда от чего-то хотя в принципе с помощью кино как бы и театров можно там доносить до человека информацию но если вы возьмете и разберете каждый фильм то сегодня например да за столетнюю историю там больше даже 100 лет кинематографа нет ни одного фильма где бы не демонстрировались алкогольные напитки и табачные изделия то есть везде во всех фильмах это рекламируется то есть на подсознание сажают людей то есть в основном вот используется с негативной целью с пропагандой допустим комики различные да там певцы комики это все отвлекает постоянно людей то есть люди теряют свое время там пойти на какие-то концерты там что-то купить послушать так далее то есть если бы этого ничего не было человеку это бы не хотелось бы делать то есть это в принципе для нашей жизни не нужно это все отвлекал его разные различные виды спорта до люди скажут да спорт классный спорт не классно спорт травмирует и калечит людей вот физическая нагрузка физические упражнения в свое удовольствие это другое дело и сегодня мы видим очень очень много видов спорта то есть людей вот эти все темы уводят постоянно духовного развития от медитации от йоги от нахождение в семье от воспитания детей то есть человек он подвержен вот этим всем наркотикам до который засасывают вот этот образ жизни современной и вот именно пандемия наголила вот это все она показывает что это не надо это не надо и люди когда находится в изоляции не делать нечего им надо там развлекала опять там смотреть спортом через интернет там концерты какие-то фильмы непонятные которые вообще выдуманные просто высосаны из пальца большинство из них ставки на спорт например да кто пытается там играть в лотереи ставки на спорт и так далее казино вся вот эта эстрада то есть это все те вещи которые нам жизни не нужны когда имеются скопление массовые людей да то есть карантин показывает что можно в принципе все делать на расстоянии обучение детей людей как вода то есть на самом деле даже в обычной нормальной жизни не стоит постоянно приходить туда где очень-очень много людей потому что а негативную энергию можно зацепить б карму различные заболевания которые передаются воздушно-капельным путем там бытовым путем так далее общение до нужно согласен но не массовых где очень очень много просто людей там несколько человек для ребенка достаточно чтобы он общался и так далее слишком много это уже лишнее и такие вещи как бы они становятся понятным только на самоизоляции сегодняшнюю ситуацию надо всегда использовать пользы с пониманием и вы должны понимать все вот эти нюансы человеку гораздо меньше нужно чем мы сегодня знаем об этом да то есть даже я признаю свои ошибки во многих вещах что мне это было не нужно но допустим взять мой пример то тот же квадроцикл например он не отвлек от смерти мамы например то есть он мне реально помог я выезжал на природу там да я себя ощущал отвлекался там был наедине с природой то есть это как бы средство для меня было с другой стороны то в принципе мне не нужно было на самом деле и у каждой медали до всегда есть поворотная сторона да также как вот я сейчас строю строю дом до нас ли случай жизни например и я себе отдаю отчет как бы больше это как эксперимент до в будущее но в то же время для человека такое не нужно то есть человеку достаточно небольшого кота помещения на самом деле до земли можно больше взять а вот сам дом но он принципе такой здоровый не нужен дальше различные специалисты всякие психологи там и так далее то есть человек который развивается в правильной семье читает правильные книги занимается саморазвитием смотрит на более взрослые души он уже становится направлен пути а когда человек рождается во всей этой обстановке да там вот это вот сегодня купите порошок там такой-то там до купите такой-то телевизор телефон то есть очень много лишних вещей которые в нашей жизни они вообще не нужны то есть мы стремимся за новыми телефонами телевизорами стремимся обладателем быть каких-то машин там да там построить круче дом чем у соседа там выше забор там и так далее то есть идет непосредственно конкуренция то есть в принципе здорово конкуренция всегда хорошо но многие вещи нас настолько засасывают что у нас уходит там до 80 процентов времени на всякую ерунду в жизни вот это если и всю ерунду выбросить поверьте мне вы будете очень счастливым человеком или по крайней мере гораздо счастливее в разы я может и в десятки в сотни разов чем были раньше когда чаще будете выезжать на природу будете заниматься более естественными вещами скажем так да нежели с утра до ночи работать чтобы накопить деньги там квартиру там на какую-то крутую машину на новый телефон какой-то крутейший еще что-то и так далее и мы все подвергаемся этом каким-то процедурам пластическим да сейчас это пластической хирургии то есть вообще это хирургия она в принципе это бизнес даже наш профессор у кого я учился сам говорю это не медицин это просто бизнес как медицинский бизнес и я с этим согласен на сто процентов многие вещи они просто не нужны то есть дам моде там тату поставить прическу сделал покраситься там побрить волосы не побрить там на теле купить какую-то модную одежду там да просто одежда для того чтобы там ты не замерз зимой например да то есть такой же уже не стоит выходит какие-то люди в милане там и начинают диктовать ребята вы вот в этом году должны так-то одеваться вот такие очки это модно да такая юбка там колготки там такого цвета расцветки там такая такие брюки костюмы там и так далее или мы все живем в этом мире следуем этому всему задается мода на каких унитазах нам сидеть на каких машинах ездить это все навязывается то есть большинство этих вещей не нам не нужно для жизни и вот именно сегодняшняя ситуация нам это показала очень хорошо многие специалисты которые сегодня существуют на планете они тоже лишние когда то есть это все не нужно а то что реально нужно то скрывается поэтому максимально нас надо увести с помощью религии различных да там с помощью комиков с помощью музыки фильмов там песен загрузки нас работой до повышением цен то есть человек получается в итоге самое такое ценное когда как биоресурс из которого можно высасывать деньги зарабатывать на нем и таким образом мы все являемся такими знаете как то что рабами завистниками такими конкретными подвергаемся какой-то еде например который в природе вообще существовать не должна там да в том числе я там до признаюсь некоторые вещи там да мне очень нравится я не могу до сих пор их перебороть да кто-то там не может наркотиками справиться кто-то не может справиться с пивом там с более тяжелым алкоголем там еще с чем-то там и так далее все вот такие вещи как бы да они имеют место быть и таким образом многие за настолько зависимы что они даже не не понимают что это реально зависимость да то есть вот это обжорство покупания впрок там стремление к чему-то там сверхъестественным да там вот это лучше круче больше мощнее там дороже там солиднее там какая-то фирма там потому что там некоторые я не буду на шкоде ездить потому что это школа там лена ки не буду есть и такие мне нужен mercedes нам дата все я даю ничего больше не признаю да то есть такие люди как вода понятно что есть люди богатые которые ничего не считают им все на все хватает да не заслужили у них такая программа на большинство людей они все-таки должны проснуться и если есть какие-то финансовые ограничения нужно реально смотреть на вещи адекватно оценивать ситуацию всегда да что нужно что не нужно зачем это нужно почему и вот эта нехватка денег она наоборот дает вам жизненные уроки стремление что вы поняли что это не обязательно в этой жизни можно и без этого прожить но есть другие вещи как свое духовное развитие какие-то руны помощи до которые существуют у светлых сил какие-то возможности обратиться к светлым силам вам развиться что-то о себе узнать там и так далее не обязательно 10 комнатной квартиры там огромный дом да есть поменьше вещи но все вот эти нюансы они как бы имеют место быть и хотя бы после вот этих слов стоит задуматься об этом то есть перетрясти всю свою жизнь пересмотреть зачастую мы выбираем неправильные пути пути потребителя на хлебника так называемой планеты земля и естественно свое потребление надо пересмотреть и таким образом когда человек еще более-менее молодой ему гораздо легче все это пересмотреть нежели когда ты уже живешь по грязь в этом всем да и уже не можешь вырваться отсюда и уже скажем так есть какие-то зависимости человек без этого жить не может там если там человек на обертывание не сходил какой-то там до в салон к своему ногтевому мастеру там и так далее то у него истерика начинается и так далее то есть да эти все специалисты они должны существовать но нужно всегда знать меру то есть понимать куда мы идем конечно там стричь стричься там не кто-то не может себе позволить обрасти волосами там мешают там неудобно еще что-то там тогда то есть эти специалисты они должны существовать но опять же как вода сегодняшний момент он оголил вот эти все сферы я про это всегда говорю и многие специалисты сейчас говорят специалисты по габале даже многие присылают вот смотрите роман тоже человек умные вещи конечно много умных людей среди разных национальностей разных конфессий там и люди говорят ребята задумывайтесь почему так произошло почему так произошло я уже сказал на в своих лекциях но опять же вот эту ситуацию нужно с пользой вынести для себя вынести и очевидно эта ситуация за нашу жизнь еще не раз повторится если уже она повторилась то есть появился вирус то поняли что весь мир оголен не справляется в следующий раз могут более сильный вирус сделать поэтому надо к этому быть готовым это очень важно для понимания еще конечно есть куча различных сфер сейчас ну то есть допустим зоопарки которых не должно быть например да там куча разных смежных специальностей которые они просто ну фактически бессмысленно то есть развивается такой степени это все что это просто нас отвлекает от всего пишите свои комментарии вот кто мысли так же как я у кого свои какие-то видения будет интересно удачи всех благ увидимся в новых видео на свидание